здравствуйте в библейском портале экзегет мы продолжаем чтение отрывков из веткого завета в контексте православного богослужения наиболее выразительно это внимание к веткому завету переживание его опыта мы наблюдаем вернее переживаем когда читаем так называемые премии то есть отрывки из ветхозаветных книг в ответственные моменты православного богослужения это на вечерний служб для примера обратимся к премиям богоречных праздников вот каковы эти отрывки из бытия вышел иаков от студенца клятвенного из вирсавии и пошел в хоран и пришел на одно место и остался там ночевать потому что зашло солнце и взял один из камней этого места и положил себе изголовьем и лег на том месте и увидел во сне вот лестница стоит на земле и вверх ее касается небо и вот ангелы божии восходят и не сходят по ней и вот господь стоит на ней и говорит я господь бог авраама отца твоего и бог исаака не бойся и землю на которой ты лежишь я дам тебе и потомству твоему и будет потомство твое как песок земной и распространишься к морю и к востоку и к северу и к полудню и благословятся в тебе и всеми не твоим все племена земные и вот я с тобою и сохраню тебя везде куда ты не пойдешь и возвращу тебя всю землю ибо я не оставлю тебя доколе не исполни того что я сказал тебе иаков пробудился от сна своего и сказал истинно господь присутствует на месте всем и я а я не знал и убоялся и сказал как страшно место сие сие есть ничто иное как дом божий и сия врата небесные эта книга бытия 28 глава для представления о том как во время богослужения совершается чтение веткосоветные сразу продолжим следующее пророчество из и киилева чтение так говорит господь 8 еди дали священники будут возносить на жертвенники ваши все сожжения и благодарственные жертвы и я буду милостив к вам говорит господь бог и привел он меня обратно ко внешним воротам святилища обращенным лицом на восток и они были сотворены и сказал мне господь ворота сие будут сотворены не отворяться и никакой человек не войдет ими ибо господь бог израилев вошел ими и они будут сотворены что до князя он как князь сядет в них чтобы есть хлеб пред господом войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет потом привел меня путем ворот северных при лице храма и я видел и се исполнил был славы храм господень это из пророчества из и кииля из 43 44 глав и наконец отрывок из книги притчи премудрость построила себе дом вытесала 7 столбов его заколола жертву растворила вино свое и приготовила у себя трапезу послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских кто неразумен обратись сюда и скуда умному она сказала идите ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенная оставьте неразумие и живите и ходите путем разума получающий кощунника наживет себе без слави и обличающий листим нечестивого пятно себе не обличай кощунника чтобы он не возненавидел тебя обличай мудрого он возлюбит тебя дай наставление мудрому он будет еще мудрее научи правдивого и он примножить знания начала мудрости страх господень и познание святаго разума потому что через меня умножаются дни твои и прибавится тебе лету жизнь почему именно эти отрывки читаются именно на богаровичный праздник каком отношении они относятся со всем православным богослужением и к опыту познанию бога который переживает христианская церковь чем они почему именно богаровичные дни выделены этими чтениями стоит задумать об этом задуматься мы видим что во всех тех трех отрывках есть такой активный мессианский посыл смысл в некоего будущего которое возвещается и крепко слово господне человек мобилизуется на некое ожидание и когда мы слышим книги притчей призывается жить в страхе господнем стало быть вот это указание на будущее очень активно подчеркивается в этих книгах это и мессианское содержание и сатериологическое то есть о спасении человечества указывается этими отрывками хотя не очевидно сразу в каждом из них этот смысл важно пошел и обратиться скажем вот книги бытия не только в прочитанном месте но и взять с первых строчек в чем особенность самой книги написанная уже вот составленная как текст на основе многосот лет устного предания веткозаветное откровение не было просто текстом который как бы упал на голову таска предстал перед народом для того чтобы его чтили как некую святыню нет это не просто книга данная народу это опыт зафиксированной и передаваемый в длительном предании устно собранной в тексте письменном в определенное время и продолжающийся в течение многих столетий такое фиксированное хранение предания веткозаветного в тексте началось в дни особенно тяжелые для народа израильского в дни плена и уже восьмом веке при царе языке при пророке исаи началось это собирание и мобилизация народа на хранение и предание своего а во время бавилонского плена когда казалось бы катастрофа уничтожила все что было дорого и важно для иудеев они могли себя почувствовать ну в полном разорении и все имя чаем и было как будто бы уничтожено но именно в это время и пророки и учителя церкви книжники священство стало собирать свой опыт и учить на этом опыте народ так вот книга бытия и и мессианский смысл мы можем посмотреть уже самых первых строчках когда мы читаем что после грехопадения когда человек послушался врага божьего и отпал адам слышит от господа это 3 глава 15 стих и сказал господь бог змею за то что ты сделал это проклятый пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей и вражду положу между тобою и между женою и между семью твоим и между семенем ее он будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в питу и так вот эта предстоящая борьба и в конечном счете поражение змея уже в первых срочках ветхого завета сообщается в откровении и как это близко к тому что читаем и в евангелии когда в евангелии от луки господь говорит я видел сатану спадшего с неба как молнию и все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью и ничто не повредит вам однако же тому не радуйтесь что духи вам повинуется радуйтесь тому что имена ваши написаны на небесах и так о царстве божьем провозглашает господь почти повторяете слова о поражении змея которые услышали адам и ева еще только в первые моменты своей другой истории своей жизни уже смертной предначертания победить этого врага а значит и все последствия грехопадения были даны человеку мы можем усмотреть вот этот циатрологический такой как бы сказать о спасении содержание библейских слов даже и в первых строчках где говорится о творении господь творит мир из ничего время возникает тогда когда возникает мир это первая граница времени который уже продолжается будущими тысячелетиями но возникла из вечности это течение закончится и войдет вечность человек войдет вечность преодолевший то повреждение которое во времени преодолевает истории своего своей борьбы своей верности богу когда придет пора быть окликнутым богом и начать свой путь все книги библии это не книги о прошлом каком-то легендарном прошлом как во всех мир мифах других народов на основании которого как бы объясняется существование той или иной цивилизации или вот религии истории того или иного народа как мифы греков или аккадцев или египтян они объясняют некое начало но библия и о начале это говорит для того чтобы указать на будущее это книга указывающая путь и вот возвращаясь к тому отрывку который мы прочли из книги бытия на боговичный праздник это уже третье поколение после авраама то есть внук авраама иаков переживает свое откровение еще раз повторю он слышит от бога во сне я господь бог авраама отца твоего и бог исаака не бойся и землю на которой ты лежишь я дам тебе и потомство твоему и будет потомство твое как песок земной и распространишься к морю и к востоку и к северу и к полуне и благословятся в тебе и всеми и твои все племена земные и вот я с и сохраню тебя везде куда ты не пойдешь и возвращу тебя всю землю ибо я не оставлю тебя до коли не вспомню того что я сказал тебе и так предстоит исполнение воли божьей народ который произойдет от иакова будет народом божьим и это то же самое обетование которое слышит авраам человек бездетный это как если бы значит сравнить сотворение мира из ничего родится все время начинает развиваться от вечности от человека бездетного авраама от пары которые не чаяла имя детей и фактически не должна была им их иметь столетние авраам и сара они становятся родителями через исключительный подвиг авраама его верность так испытана что он готовый принести жертву того единственного сына от которого ожидал себе множество потомков через это испытание он таки получает подтверждение обетование его новое имя которое означает чтобы человек по-новому видится богом уже не не авраам с одним а авраам отец множество значит он ожидает своего исполнения этого обетования так вот это повторяется и в жизни иакова он переживает эту встречу с богом во сне сон как бы отдал отделяет иакова от какой-то житийской святые конкретики жизненных ситуаций это такое как бы тоже вне временное такое чуткое внимание к божественному откровению то что он видит лестницу он видит лестницу соединяющую низ и верх землю и небеса это этот образ не новый и до авраама скажем мифологии египта этот образ лестницы которая как бы сказать может быть путем которым восходит душа уже по смерти от земного существования к царству посмертному здесь этот образ говорит не пути отрешенный от земли души а этот это говорит этот образ говорит о встрече неба и земли ангелы божьи восходит и не сходят по ней мы конечно слышим в этом то что читаем в первой главе евангелия ты она отныне говорит господь только что собранным им первым апостолом были велеть небо отверстие и ангелы божьих восходящих и нисходящих к сыну человеческому как забить или мы в словах евангелиста луки при ней слова спасителя у евангелиста луки я видел сатану не спадшего с неба то есть о победе над сатаной говорит христос и тому говорит не радуйтесь что бесы вам поминуются а тому радуйтесь что имена выше написаны на небесах о том что небо открыто так говорит и евангелиста над первых строчка своего евангелия и так видят их давний давний предок апостолов то есть иаков он видит небо отверстие и ангелы божьих восходящих и нисходящих и с этими словами приходят как пророк и креститель иоанн к людям так и сам христос первые слова который говорит людям покайтесь ибо приблизилось царство небесное вот видите это отверстие врат небесных это цель жизни человеческой цель истории смысл движения времени она имеет постольку вообще смысл само течение времени что человека вводит в вечность как из временная жизнь человека началась от первого дня творения ко дню седьмому когда дню божественного покоя так от дня божественного покоя тут мы сейчас с вами возвращаемся к важнейшим моменту нашей церковной жизни к великой субботе суббота день покоя великая суббота канун воскресенья день божественного покоя от этого начинается новая жизнь христос воскресает на другой день после этого седьмого дня этот день 8 день как боже сверх времени так в этот иной день входит церковь по завершении своего странствования на земле странствование временного вот эти образы мессианского значения то есть победа над врагом над виновником смерти и сатриологического значения то есть вхождение в царство небесное опыт предвещать то есть мысли слова предвещающие спасение содержится библейском тексте уже с самого начала и рассказать что какое бы место из ветхозаветных книг мы с вами не прочли мы и тот и другой и мессианский и сатриологический смысл ветхозаветного откровения можем усмотреть мы сегодня читали тот отрывок который в свете с праздника богородицы понятно что именно образом лестницы соединяющий небесное земное говорит церковь о божьей матери и так же как и в пророчестве из реки или или в притчи в хриги притчи врата небесные и так явлением мессии как бога человека богоматеринством марии осуществляется то о чем пророчествовала священное писание опыт жизни избранного народа с первых своих строчек мы продолжим в следующий раз чтение этих премий чтобы раскрыть в новых образах мессианский и сатриологический смысл ветхозаветного откровения до новых встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео